Я вас приветствую, уважаемые друзья! Сегодня мы посвятим нашу тему остеопатии. Остеопатия — это своеобразная наука, которая в какой-то степени имеет отношение обязательно к медицине, потому что связана с нашим здоровьем. Когда здоровье можно поправить каким-то одним прикосновением или надавив на какой-то орган, или же сдвинув какой-то орган, и изменяется качество жизни, то есть улучшается качество жизни. И, конечно, вот здесь вот остеопатия, она как бы рядом параллельно идет и с висцеральной практикой. Ну и я бы рекомендовал нашим слушателям освоить и остеопатию, и висцеральные практики. По жизни это очень нужное направление. По жизни складывается так, что мы сталкиваемся с этим дома, в пути, в дороге, на отдыхе, когда нужно чуть-чуть надавить где-то, чтобы исправить какую-то проблему, которая возникла. Где-то заболела голова, достаточно сдвинуть ткань или надавить на орган, а уж надавить или сдвинуть, вот здесь вы уже будете решать. То есть какая техника? Техника либо висцеральной практики, либо техники остеопатии. В сочетании этих двух техник или технологий можно добиться очень хороших результатов в восстановлении и профилактике здоровья. Ну и удачи вам! Прослушайте этот материал, который будет читать Мушаилов Руслан Ирсильевич. Очень грамотный доктор, очень уважаемый мною доктор. Ну вот, послушайте его. Я думаю, что время, которое вы затратите на это, оно не пройдет даром. Спасибо, Александр Тимофеевич. Меня зовут Мушаилов Руслан. Я висцеральный терапевт, преподаватель центра Агулова и остеопат. Сегодня мы поговорим про остеопатию. Этот термин достаточно новый. Даже не все врачи понимают, что это такое. И зачастую приходится отвечать на вопросы, на которые отвечать достаточно сложно. Потому что объяснить, что только остеопатия трудно в двух словах. Я обычно объясняю так, что в теле есть области сокращения, спазма. Этот спазм всегда защитный на те или иные события жизни. События какие? Травматические. Травма может быть физической, психической, инфекционной, бактериальной. То бишь, очень много разных причин. Причем, эта травма может даже идти из нутриутробного периода, из периода рождения. Человек может нести в себе эти спазмы через всю жизнь. И неважно, когда мы его нашли, его можно расслабить. От чего защищается именно этот участок ткани, можно выяснять, а можно и не выяснять. Если вы его нашли, вы с ним справитесь. Оно будет поддаваться терапии, как только оно найдено. И вот, вся остеопатия заключается в том, что мы, разучивая специальные методики ручной пальпации, развивая чувствительность рук, мы учимся находить эти области спазма, которые могут находиться, как в мышцах, в стенках внутренних органов, даже в костях, на оболочках головного и спинного мозга, где угодно. Даже мы рассматриваем, что фиксация может происходить в жидкостях. То есть, жидкость может быть свободной или фиксированной. Мы их находим и устраняем. И это приводит к выздоровлению человека. Например, если у человека спазм на протоках желчных, он происходит чаще всего из-за какого-то стресса. По системе Агулова, это точка номер один в висцеральной терапии, с которой мы начинаем манипуляции. А с точки зрения остеопата, это точка номер один, где человек сокращает ткани, в неприятии того или иного события. Почему неприятие? А потому что это находится в верхней части живота, где у нас желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка. И мы этим комплексом, началом кишечника, мы встречаем информацию из внешнего мира. Если человек вдруг не готов что-то принимать из внешнего мира, здесь у него автоматически происходит спазм. Обычно это происходит, когда человек себе рисует какой-то идеальный мир, идеальные события, а реальность, она всегда богаче любых идей. И при этом происходит конфликт внутренний. Я не хочу, чтобы так происходило. Или я одна знаю, как правильно. Или еще различные другие ложные убеждения будут приводить к тому, что человек возникает спазм на тканях. Это удивительно, но это так. Что у нас ткани подчиняются психическим реакциям. И вообще в природе, как говорят сегодня физики, как говорит сегодня наука, информация первична по отношению к материи. Так же и в нашем теле. Любая информация, которую человек воспринимает через органы чувств, зрение, слух и так далее, она отражается тем или иным образом на его способе реагирования на эту информацию. И тело будет идти в подобное реагирование. Что еще нужно сказать про остеопатию? Что человек единственное существо на Земле, которое обладает развитым абстрактным мышлением. Если, допустим, в животном мире животное испытало стресс, у него выделился адреналин, соответственно, адреналиновая реакция в теле известна. это пульс, сердцебиение, дыхание. Надо чего? Подраться, убежать или догнать. После того, как это произошло, достаточно быстро догнали или не догнали, животное включает обратную реакцию, парасимпатическую, и оно отдыхает, расслабляется, его погружается в сон и так далее. И оно обычно долго не находится в стрессе. То человек может находиться в стрессе всю свою жизнь. Это благодаря абстрактному мышлению. Мы единственные, кто болезни могут себе придумывать, находиться в выдуманных проблемах годами, десятилетиями всю жизнь. И наше тело все это терпит. Оно себя готовит к борьбе. Фактически мы заставляем иногда свое тело находиться в состоянии борьбы всю свою жизнь. Это не очень разумный подход к жизни. И остеопатия тоже этому учит. Как мы можем найти выход из такой ситуации? Как мы можем научить тело расслабляться? И вот реакция принятия неизбежного к психологии состоит из пяти фаз. Отрицание, борьба, торг, депрессия и принятие. Можно в любой из этих фаз застрять на годы. И это будет выглядеть как спазмы, как сокращение. А спазмы сокращения это и есть симптомы. Это и есть болезни. То, что болит, оно спазмировано. То, что сокращено, оно будет нездоровым. Избыточное расслабление. Это другая сторона медали. Это тоже не очень здоровое. Самое правильное, чего достигает остеопатия, это баланс. Это норма тонус. И вот вся работа остеопата заключается в сбалансировании процессов симпатики, парасимпатики, напряжения, расслабления, работы сердца, работы легких, работы кишечника, которые зависят от каких-то биологических фаз, биологических циклов, день-ночь, время дня и так далее. Поел, поголодал. И мы можем, как я сказал, в любой из фаз стресса застрять на годы. А можно провести себя через любой из этих фаз, прийти к принятию за считанные минуты. И я замечаю в своей практике, если пациент уже не в первый раз у меня лечится, то обычно его тело в каких-то мелочах не застревает. Если сначала ко мне люди приходят с какими-то болями, спазмами, то пролечиваясь несколько раз, они уже умеют сами проходить эти фазы, сами себя расслаблять и приносят мне уже более глубокие проблемы. Зачастую приходится, допустим, не устраиваться личной жизни. Не могу найти партнера. Или что-то, работу не могу найти. Даже, бывает, приносят такие проблемы. Я говорю, ну, давайте, ложитесь, будем разбираться. И эти проблемы тоже я могу найти в теле. На костном уровне, на жидкостном уровне. Удивительно, но остеопатия также работает с психическими проблемами, которые очень выражены в теле в виде спазмов и сокращений. Наука скорее безграничная, чем какая-то, которую можно как-то ограничить или описать двумя словами. Чем дальше идешь, тем больше возможностей раскрывается. Чем больше практикуешься, тем больше приходится учиться этой науке. Учеба открывает огромные безграничные просторы в исследовании человека. Как говорили мудрые, что микрокосм подобен макрокосму. Тресмегист говорил, что вверху, то и внизу. Также мы видим, что исследуя человека, мы находим, что он устроен так же, как и вся Вселенная, под тем же самым принципом. Но основа, с чего мы начинаем в обучении остеопатии, это спазм есть болезнь. Нашел спазм, устранил, вылечил. Это первые шаги, которые мы как раз здесь учимся делать, учимся находить. Что это нам дает? Это нам дает возможность не ошибаться в лечении, не ошибаться в диагностике, не тратить время на разные компенсации и боли подпорок, как я называю в кавычках. Что такое боль подпорок? Ну, падает башня. Под эту башню поставили подпорку. Что будет болеть? Болеть будет подпорка. Так же у нас в теле. У нас есть боли, которые являются подпорками основной причины. Если мы будем ими заниматься, мы человека никогда не вылечим. И мы должны найти причину болезни там, где она есть на самом деле, а не там, где нам человек пальцем показывает. И мы исходим из постулата, что человек, придя к нам, свои болезни не знает. Не знают и все предыдущие специалисты, которые его смотрели. То есть мы каждый раз начинаем с нуля, как чистую доску, как неисследованное пространство. Найти, снять спазм, определить, устранить спазм. В чем различие от висцеральной практики? В чем различие от мануальной терапии? В чем различие от массажа? Да, ведь массажисты тоже устраняют спазмы. Различие в том, что мы не промахиваемся. Мы учимся не промахиваться. Потому что если у человека болит спина, нужно поискать, а где у него, допустим, первичные спазмы у него часто бывают на плевре. И тогда ты задаешь вопрос, а было ли воспаление легких? Да, было в пять лет. Значит, у него след от воспаления легких, от пневмонии, которая была в пять лет, выражена в плевральных спайках, которые ты нашел. И боли выражены уже где? Ребра, межреберные мышцы, мышцы спины, грудного отдела. Но лечить ему нужно именно плевру. И это достаточно быстро и легко происходит. Остеопатии, может быть, сложно учиться. Но потом легко работать, легко находить проблемы и устранять их. И немножечко о техниках, которые являются особенностью именно остеопатии. Ведь мы их делим, условно говоря, на прямые и непрямые. Что такое прямые техники? Если я нашел спазм, я его разминаю, это прямая техника. Если я спазм растягиваю, это прямая техника. Это всем понятно. Порастягиваешь и полегче. Но остеопатии в основном пользуются непрямыми техниками. То есть, если там спазм, то я им помогаю еще больше сжаться. И я следую этому сжатию до тех пор, пока этот опыт в тканях не будет исчерпан. То есть, мы достигаем какой-то точки покоя, когда дальше спазма нет. Там человек уходит в измененное состояние. Он может что-то вспомнить. Бывают даже и слезы на глазах накатывают. Дыхание меняется. Он может, наоборот, участиться или, наоборот, стать более редким. То есть, человек проживает какое-то травматическое событие, которое соответствовало вот этому спазму. Если его вспомнят, мы его еще и обсудим. И мы решим вопрос сразу на всех уровнях. На тканевом, на информационном, на энергетическом. И после этого этот спазм сам по себе расслабляется. И вот таких непрямых техник больше нет нигде. Есть только в остеопатии. И в основном работа построена на них. Они глубокие. Они психологичные. Они решают проблему в корне своего возникновения, в корне своего зарождения. В этом примерно разница. Примеров могу привести много. Например, работаем мы также на семинаре. И вот находим сокращенный спазм стенки кишечника. Правый угол, печеночный угол ободочной кишки. И когда я достигаю зоны равновесия, женщина вдруг говорит. Какой-то странный запах чувствую и воспоминания. Крашенные стены и очень противно. Я начинаю спрашивать, задавать наводящий вопрос. И она вспоминает отравление рыбой в пионерлагере. В детстве, когда ее увезли из пионерлагеря в инфекционное отделение. И там она лечилась целую неделю. Все это, конечно, было неприятно. Страшно, больно, противно. И эта эмоциональная загруженность осталась в спазме на толстом кишечнике. Когда она это вспомнила. И все признаки высвобождения. Это испарина. Это дрожание. Может быть, озноб испытывает человека. И самое главное, расслабление кишечника. То есть, в этом месте уже никогда спазма не будет. Мы нашли корень проблемы. Мы его разрешили. Другой пример. Обследуя живот, находим матку в боковом наклоне. И также, когда мы ее манипулируем, с ней работаем, женщина вспоминает, как она на самолете спускалась, вернее, с самолета, с ребенком на руках. Где-то на последних ступенчиках спотыкается и падает вперед. И у нее первая мысль, что я падаю на ребенка, и нужно подставить спину. И она в падении скручивает свое туловище, падает на спину. В общем, ребенок целый. Но матка, как орган, родивший этого ребенка, и вообще ответственный за деторождение, продолжение рода, она участвует в этом процессе. И на скручивание тела везде вроде бы отпустила, но матка осталась в скрученном состоянии. И на эмоции страха за ребенка она этот спазм удержала на протяжении 20 лет. Когда мы это нашли, опять слезы, освобождение. Ой, как хорошо стало. Как-то легче стало дышать. Вот такие все бывают последствия остеопатической терапии. Совсем уже такой высший пилотаж из учебника, когда у женщины головные боли. Ее обследуют все. И находят спазм на желчных протоках и спазм на плюсневые косточки. И начинается выстраивание хронологии. То есть сначала ударила ногу давным-давно, потом начала чувствовать дискомфорт в области печени, и потом у нее начались головные боли. Ну, ничего удивительного, потому что здесь в ноге проходит меридиан желчного пузыря. Внутрикостное напряжение кости будет все время, этот меридиан, мешать его нормальной работе. Возникает спазм на желчном протоке, застой. А застой желчного пузыря всегда дает боли в области лба справа. Значит, там у нее головные боли, которые она пытается лечить много лет. Работают с чем? Только с ногой. Устраняют напряжение в ноге, и у нее все проходит как по волшебной палочке. Этому надо учиться, этому стоит учиться. Это такая, скажем, непростая медицина, но она очень результативная и красивая. Самое главное, что она логичная, красивая. Я получаю удовольствие и изучаю эти темы. Все, конечно, остеопатии обучиться не могут. Нужно найти своего остеопата. Сегодня, допустим, Франция является страной с максимальным количеством остеопатов. Они раньше нас начали. У них много школ и очень много выпускников. И обучают всех с образованием и без образования. И, естественно, в этот поток огромный попадают таланты. Очень больше вероятности, что человек имеет способности к остеопатическому, вообще к медицине. А это просто даже к человеческому отношению, к людям, к пациентам, люди сердечные, скажем так. И там огромное количество хороших специалистов. И все больше и больше людей выбирает остеопата как семейного врача. Потому что нет противопоказаний. Медицина остеопатическая сразу становится профилактической. Нам легко найти болезнь, когда она еще даже не проявилась на теле. Человек еще не чувствует ни боли, ни симптомов. А мы уже говорим, что-то у вас тут напряглось. А давайте мы посмотрим, что это за история. Мы это напряжение расслабили, убрали. Ну, благодаря вот этим техникам. И человек даже и заболеть не успел, уже выздоровел. То есть, мы что? Мы проявили профилактические мероприятия. И обучиться всему этому сложно, долго и дорого на самом деле. И всем не нужно бежать в остеопаты. Но человек, который пролечился несколько раз у остеопатов, он начинает понимать. Потому что это все объясняется в ходе лечения. Механизмы возникновения болезней. И он уже не застревает на каких-то таких мелочах, чтобы себе там еще болезни придумать. Обучение, которое я могу предоставить в рамках этого центра, конечно же, не является сразу высшим пилотажем. Мы делаем первые шаги. Вы можете взять для себя ровно столько остеопатии, сколько вам нужно. Или остаться на уровне нахождения и устранения проблем с внутренними органами. В висцеральных практиках. Если как-то это ваше легло, вы можете двигаться дальше. Потому что остеопатия все разная. Кто-то, кто пришел в нее из мануальной терапии, он больше работает с опорой двигательной системы. И это прекрасные вообще методики, очень эффективные. Кто-то, как, например, я из висцеральных практик. Психологи, йоги, все приносят туда что-то свое. И вы не найдете двух одинаковых остеопатов. Все работают по-своему, все работают по-разному. Мы, еще раз повторюсь, мы делаем первые шаги. Автор и основатель остеопатии Доктор Стилл, который 200 лет назад все это придумал и запустил, он говорил, что есть принципы и есть анатомия. Зная основные принципы и анатомию, вы сам себе остеопат. Вы выдумываете техники, они у вас рождаются под руками, и вы, эта работа творческая. Поэтому самое главное, что я обучаю принципам. Что потом с этим принципами? Вы можете с этим принципами деревья выращивать, состояться в профессиональной сфере, как художник, как механик, как кто угодно. Потому что принципы везде одни. И к нам приходят учиться люди, которые даже людей лечить не собираются. И такие случаи достаточно частые для себя. Оно придает им понимание принципов жизни, как идти, не ошибаясь, как сохранить здоровье, как помочь своим близким. И такие вещи бывают. В качестве завершения могу сказать, совершенно спокойно назвать остеопатию, это наука о жизни в целом. И если у вас какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях. В следующих видео мы будем на эти вопросы отвечать. Ставьте лайки, будьте с нами. До свидания.